Лагба Омер Времена, когда забудется Тора, и встал Раби Шимон Бар-Юхай и сказал, «Лёдки шакахми пизаро!» Я отвечаю, что не забудется Тора в еврейском народе. Окончание этих слов – Йохай. Он обещал. И вот то, что мы должны понять, почему посредине полутраурных дней мы не устраиваем свадьбы, мы не слушаем музыку, мы в трауре о гибели учеников Раби Акива. Как будто мир превратился в пустыню. За короткий период умерло такое количество великих еврейских мудрецов, говорит Талмуд, потому что не почитали один другого. И отправился Раби Акива на юг и взял новых пять учеников, среди которых был Раби Шимон Бар-Юхай. И что же он передал этому великому ученику? Вся Тора состоит из четырех уровней постижения. То, что открывает Ария Кодыш – это пардес, Пшат, Рэмис, Драш, Сод – буквальное значение – цитрусовая плантация. А толкование объясняет. Пшат – простой смысл. Рэмис – это намек. Далее – это Драш. И, наконец, это четвертый уровень – Сод. Тайны. И так же, как у тела человека. Открывает святая книга Зор. Есть одежды, есть тело, а есть то, что оживляет тело – душа. И, наконец-то, есть душа души. Самый высший уровень нашей души. Простой, самый низший уровень души – нефиш – то, что оживляет тело. И это находится в печени. Рэмис – это намек. Это руах. Когда вдунул Творец в ноздри первого человека дыхание жизни, он стал леруах мемалена. Он стал духом говорящим. И, наконец-то, есть нишама, которая находится в нашей голове. А над этим есть еще два уровня нашей души – хая и ехида. Так вот, вся Тора, одежда Торы – это рассказы Торы. Рассказ про наших праотцев, про сотворение мира, про изгнание в Египет, про выход получения Торы. И так это точно можно перевести на любой язык. Но за этим встает тело Торы. И это заповеди, которые встают из этих рассказов Торы. И, наконец-то, что же является душой Торы? Открывает Рамбан в предисловии к Пятикнижию, что вся Тора – это имена Творца. И все они – раскрытие имени Авая. Как дерево, на котором ветви – это имена Творца. И это тот четвертый уровень, который передал Раби Акива своему ученику Раби Шимону Бар-Йокаю. И открывает Талмуд в трактате Шаббат, 33-й лист, что как-то сидели Раби Иуда, Раби Йоси и Раби Шимон и беседовали. И сказал Раби Иуда, посмотрите, как прославлены действия этого народа. Римлян построили рынки, построили мосты, построили купальни. Раби Йоси промолчал, а Раби Шимон сказал, зачем они построили рынки, чтобы там были злачные места? Зачем они построили мосты, чтобы брать плату за переход по мосту? Зачем они построили купальни для того, чтобы услаждать свои тела? И был среди них один мудрец, который рассказал об этом разговоре своим родителям, и так это дошло до римлян. И тогда они сказали, Иуда, который прославлял, он будет главой всех мудрецов, будет первым толковать Тору. Иосий, который промолчал, отправится в изгнание в Ципоре, а Шимон, который говорил плохо против нас, ему полагается смерть. И спрятался вместе с сыном Бет-Мидраши, и так они учили Тору. И жена Раби Шимона приносила им хлеб и воду. Но когда римляне начали более тщательно искать Раби Шимона, он взял своего сына, и они отправились в маленькое местечко Пеки-Ин, и там спрятались в пещере. И произошло для них чудо. В одну ночь пробился источник воды, и выросло рожковое дерево. И они снимали свои одежды, закапывались до головы в песок, и все время посвящали время изучению Тайн Торы. И вот прошло 12 лет, и подошел к входу в пещеру пророк Ильяу, и сказал, кто бы сообщил Раби Шимону, что умер римский император, и отменены его жестокие указы. И вышел Раби Шимон с Раби Элязаром, и что они смотрят и видят, евреи живут будничной жизнью, они пашут, они сеют, оставляют жизнь вечную и занимаются временным. И куда смотрели Раби Шимон и Раби Элязар, все сгорало. И раздался голос с неба, сжечь мой мир вы вышли, возвращайтесь в пещеру. Еще 12 месяцев они находились там, и продолжает Талмуд, и говорит, что рассказал Раби Шимон Раби Элязару, даже злодеи в Гееноме их судят только 12 месяцев. И раздался голос с неба и сказал, выходите. И любое место, куда смотрел Раби Элязар, оно сгорало. Но смотрел туда Раби Шимон и восстанавливал своим взглядом. И это было накануне субботы. И вдруг Раби Шимон видит, один старик спешит, и в руках у него два пучка миртовых веточек. Спросил он у него, для чего тебе это? Ответил он, в честь субботы, но зачем два пучка? И ответил он, один против того, что нужно хранить субботу, а другой в соответствии с тем, что нужно помнить про субботу. И сказал Раби Шимон своему сыну, довольна для мира нас двоих. Люди так почитают заповеди Творца. Есть у них право на существование. А Иерусалимский Талмуд объясняет по-другому. Подошел Раби Шимон к выходу из пещеры, и он увидел охотника. Он выпускал стрелы и направлял их в птиц. Одних он сбивал, а другие улетали. И он услышал голос с неба. Это будет спасена, а это погибнет. И сказал Раби Шимон, все в руках небес. Если даже про птиц постановил Творец, то тем более про нас. Что нам бояться этого римского императора? И сказано в Талмуде. «Лёямушцефер Тора Аземи Пиха» Не отойдет книга Торы этой от твоих уст. Это говорит пророк Иераби Шимон буквально. Каждый еврей должен посвятить себя только изучению Торы. Но тот, кто так направлен к Творцу, Творец сделает для него чудо. Но почему в этот день мы устраиваем свадьбы? Мы стрижем наших маленьких детей. Мы радуемся. Это ведь день смерти Раби Шимона. И это то, что он повелел нам. Почему? И это открывает святая книга Зор, Идра Зута. В последний день своей жизни Раби Шимон Бар-Йохай Открыл своим семи ученикам Самые великие тайны Сотворения мира и управления миром Творцом. Но почему никто другой не получил это право раскрыть эти тайны? Потому что именно Раби Шимон, который 13 лет полностью отключился от мира и посвятил себя только Торе, Он заслужил это право заключить в этой святой книге Зор, сияние самые великие тайны Торы. На тысячу лет исчезла эта книга от нас, а потом, когда она была найдена в пещерах и через Великого Рамбана попала в Европу. А еще через несколько веков, в 16 веке, пришел великий Ария Кодыш и раскрыл эти тайны миру. Но в день, когда Раби Шимон открыл эти тайны, он и позволил Солнцу садиться, пока все тайны не были раскрыты его ученикам. С этими великими намеками, которые потом открылись миру. И это четвертый уровень постижения Торы, который называется Сот, Тайна, Кабала. И это мы радуемся, как в день, когда мы получили Тору с горы Синай. Это сияние открыл Раби Шимон в этот день. Поэтому это день радости и прославления Раби Шимона Барьоха. Раби Шимона Барьоха. Раби Шимон. Раби Шимон.